Это яркий пример того, как государство в лице некоторых должностных лиц не выполняет свою работу. В ангаре на севере Уфы, или, как говорит Гугл, на некой кислородной станции образовалась свалка с опасными отходами. История этого места берет начало в ноябре прошлого года. Наш телеканал приезжал туда в компании экоактивиста Николая Бажина и следственно-оперативной группы полиции. Тогда нам удалось, что называется, поймать за руку водителя Газели, который привез туда очередную партию медотходов. Откуда их забрали? Вы так не ответили. Я ниоткуда их не забирал. Мне сел за руль, меня посадили сюда, я вот приехал. Это ваша машина? Я водителем работаю. Нет, эта машина не моя. А где вы работаете водителем? Вот компания Экохолдинг. У меня к вам вопросы. Ваш водитель сказал, что мы заместитель компании Экохолдинг. Как вы оказались в этой машине? Я помощник. Вы помощник? Вы из компании Экохолдинг? Я не могу никакую информацию вам давать. Тогда водитель признался, что не знает, какой именно груз он привез. Кузов машины оказался доверху заполнен пакетами с медицинскими отходами. Большая часть из них были красного цвета. Это чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Судя по биркам, некоторым мешкам было больше двух суток. На лобовом стекле список медучреждений, среди которых были госпитали, где содержатся больные ковид-19. Из кузова Газели капала красная жидкость, похожая на кровь. В прошлом году природоохранная прокуратура обещала разобраться с ситуацией, отметив, что в ведомстве начали проверку. За прошедший год компания НСК Экохолдинг сменила название на ООО «Заурбек». Неизменной осталась лишь ситуация на территории ангара. Общественник и экоактивист Николай Бажин запечатлел момент выгрузки опасных отходов на том же месте, а также снял, как мусор сжигают в железных бочках. Все то же самое. То есть, по факту, тут сменилось юрлицо, но никак не то, против чего мы выступали. Мы их тогда отследили, нашли, я написал жалобу в прокуратуру природоохранную, позвонил во все ведомства, в которые только можно было, но ничего не произошло. Вот эта вот вещь, она была спущена на тормозах природоохранным прокурором, который должен был вообще-то мне как заявителю уведомление прислать о том, что он расследовал о результатах проверки, да. И он сейчас не работает, понятно, его заместитель мне давал комментарий, где сказал, что ну нас не пустили, зайти нам не получилось. Наша съемочная группа вновь поехала на север Уфы, к тому же ангару. Пролетев над территорией, мы увидели, как в одной из бочек горит мусор, а неподалеку гуляет сторож. В прошлом году полиция не смогла зайти на территорию без санкций прокуратуры. Сегодня нам это удалось сделать с пожарными, которые прибыли на место горения бочки с отходами. Количество опасных отходов и запах, стоящий на территории ангара, заставили ужаснуться нашу съемочную группу. Когда пожарные уехали, сторож все же решил выйти к нам. Он сказал, что работает и живет на складе несколько дней. Медицинские отходы категории B и V представляют эпидемиологическую опасность. Это могут быть, например, загрязненные в ходе операции инструменты и материалы, а также кровь и ткани пациентов инфекционных отделений. Законодательством для этих отходов предусмотрены строгие правила транспортировки, как обеззараживание и утилизации. Такие медицинские отходы должны перевозиться в специальных автомашинах, когда будка должна быть герметична, из моющего материала. Соответственно, в этой машине должно быть установлено моющее средство, холодильные камеры. При поездке свыше 4 часов у этой машины должны быть включаться заморозки. Соответственно, как утилизируются вот такие медицинские отходы? Там два способа. Это физические за счет большого давления пары или термической обработки. Это сжигательный завод. Инспекторы общества охраны считают, что утилизацию медицинских отходов опасных категорий необходимо лицензировать. Сейчас специального разрешения для этого не требуется. Возможно, что в Курултае, Башкирии депутаты и общественники обсудят эту тему. Я буду готовить запросы в инстанции, чтобы они нам дали комментарии, ответ. Роспотребнадзор обязательно, природоохранную прокуратуру. И, я думаю, Министерство здравоохранения, чтобы они тоже несли какую-то ответственность за то, что сжигаются вот так вот отходы. Написал в природоохранную прокуратуру, заявление отправил в качестве электронного обращения. И жду от них ответа. Сейчас природоохранный прокурор поменялся. Это другой человек, и я рассчитываю на то, что они все-таки пойдут на контакт и будут взаимодействовать. Напомним, что в прошлом году в природоохранной прокуратуре нас заверили в том, что проверка ведется. Однако ничего не изменилось. Опасные отходы из ковидных госпиталей продолжают свозить и сжигать в ангаре. Телеканал ЮТВ продолжит следить за развитием событий. Эльна Рахасанова, Ильдар Каюмов, Телеканал ЮТВ.